Субтитры создавал DimaTorzok 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 А Украина делает наоборот. Вот допустим, почему Украина затягивает? Допустим, если какой-нибудь немец захочет поехать в Крым, чтобы ему было удобно по тому пути поехать, который Украина считает законом. Не, 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 не. Но обожди... Гитлер с Распалиным разговаривали о том, чтобы поездашли на оккупированной территории Германии, потому что Распалин же считал эти территории своими советскими. Это то же самое, как вы говорите. Все, отжали Крым, пожалуйста, оккупированные, на оккупированной территории отвечает страна Акклама. Ну это правильно, это правильно. Ну и отвечает. Ну я же тебе объясняю. Ну никто не мог пускать туда ни поезда, ни пиарить. Пожалуйста, занимай. Ну теперь слушай, Гитлер со Сталином не договаривались, потому что это было 20-х ректарных режимов. А вот во Франции ходили поезда раз в неделю из оккупированной части, не оккупированной. Там были таможни, границы, проверяли. Не всех пускали, но ходили. Вот, да, и у вас есть. Ну сейчас не едет из-за коронавируса, но в принципе, да, ходили поезда. И двадцатка ходила, и не входит 73-й. Это я в курсах. Если ты не в курсах, какие поезда ходят через ТАК. Ну сейчас не ходят, сейчас коронавирус, сейчас не ходят в России. А я тебе говорю про Крым. На Крым у вас поезда не ходят, ходят только до Новоалексеевых, если ты не в курсах. Ты вообще... Ты вообще хорошо знаешь диаграфию Крым? Украина? Белополе, какой область? Крымская. А Синельникова? Какое? Синельникова. Вот это население Крымкина. Ну, Днепропетровская или Днепровская, когда мы сейчас... Не, ну маленькие города, но что там маленькие? Это город больше, чем Днепрополье и один из крупнейших железнодорожных узлов Украины, кстати говоря. Ну, Харьков первый, первый, первый город в Железнодорожной Украине, а Синельникова где-то третий, не четвертый, четвертый. Ну, если... Ну, я... Ну, я понял, понял, да. Ну, конечно, молодец, по географии более-менее. Так что это так за Украину топишь, объясни? Ты просто, наверное, по национальности в Украине такая мотивация. Ну, я тебе скажу, что при Совке были диссиденты, они жили в СССР, имели паспорт в СССР, топили против режима и против СССР. И были очень уважаемые люди. И были очень уважаемые люди. Да, они люди под советской оккупацией. Ну, правильно. Сейчас живут в свободной Украине и топлю против того, чтобы Украину опять оккупировали. Ну, я понял, это для тебя свободно. А для... Кто настроен против Украины, это та же самая оккупация, как и советская. Вот я тоже был против советской оккупации, сейчас против украинской оккупации. Я считаю, что слабожанщина достойна иметь свою державу. Пусть даже ориентирована на Запад. А что ты смеешься? Слабожанщина по населению и по территории больше десятков европейских стран. Больше Словении, больше Боснии. А почему ты смеешься? Почему ты считаешь, что она недостойна иметь свое государство? А почему тут недостойна? Любой регион достойна иметь своего государства. Ну вот. У нас уже нефарный раз у нас в Украине. Ну у вас есть, но когда они где-то расколются, в Украине, что такое Украина? Вы принимаете сепаратистские населения? Да, я сепаратист. Я прозападный сепаратист, я сразу тебе скажу. Я скажу, что Украина это гнойное отличие от коммунистического режима. И если она, так сказать, разделится цивилизованно на части, и части будут ориентированы на цивилизованный мир, это будет лучший исход для нее. Это у вас властье визит. Так. Австрии, что ли? А, Канадский. Да, Канадский. Я из города Торонто, если я интересую. А, из Торонто. Да, слышал так. Ну, не знакомы с этим, как ты? Есть там из Канады наш Бонтер один, такой бородатый. И на этом у Мантера. Ну, бородатый, это все по поребрикам есть. Доктор Паус есть бородатый. Ну, доктор Паус, у меня не доктор Паус. Ну, знакомый, у меня есть с ним четыре диалога на канале, причем большие. Мы с ним нормально дискутируем. Ну, он далеко от меня, он Альберт. Где-то больше трех тысяч километров. Ну, есть у меня четыре с ним диалога. Вот если бы ты хотел нормально общаться, обменялись бы названиями каналов хотя бы, по-честному. Ну, я нормально общаюсь. Я других люблю. Ну, я, нет, нормально ты общаюсь, а что ты не хочешь сказать названия? Я тебе свои названия канала скажу. Это же для развития... Ну, ты знаешь блогеров, ну, ладно, я тебя понял. Извини, тогда извини. Я купил, сказал, что ты стример, у тебя наушники стримерные. Ну, да, извини, бывает. Ну, ты парень, я же, неплохой. Ты парень неплохой, даже у тебя что-то такое есть интеллигента еврейская. Я с хорошей точки зрения спрашиваю. У тебя есть евреи в роду? Нет, я не знаю евреи. Не знаю, он слишком умный для украинцев. Так, вот я с тобой поговорил, я делаю вывод, что ты для украинцев слишком умный. Может быть, у нас в Украине мало украинцев живет? Или вы так думаете? У нас больше Москалей в Украине, к сожалению, поэтому... Что смешалось, и люди стали... Я тебе секрет обсудил. Я до иммиграции в Тальпию в Грузии продавал. И я знаю прекрасно, что такой интеллект украинцев. Что такое интеллект русских, что такое интеллект евреев. Еврей, какой бы ни был, распиздляй. Пусть он пьяница, колется, но он на экзамене всегда сообразится во двери. Вот у евреев есть такая фишка, что они... По интеллекту они выше. Но это так, ремарка на полях. Понятно. Ну, может, я перенослю их назвать? Да, я как. Ну, глянь. На тебе сейчас название, да. Сейчас. Вот, заходишь. В поиске Ютуба найдешь два канала. Это русская часть названия. Английскую я тебе не даю. Английская для англомовных. Ну, ладно. Ты, нет, я вижу нормальный парень. Даже с тобой можно... Несмотря на то, что мы с тобой политические оппоненты, с тобой можно дискутировать. Я думаю... Ты сначала начал грубить, а потом на нормальный рейс перешел. Заходи на рейс пыта, кстати говоря. Взаимно. Реально. Ну, ладно. Ладно, удачи. Заходи за это самое. Ролик с тобой выставлю. Ты нормально выступил. Если есть желание, как назвать ролик, могу тебе... Выслушать твое мнение. Как желаешь. Ну, если ты скажешь город, там, какой-то... Балаклей, или Изюм, или откуда-то... Скажу, что... Молодой аналитик... Какой? Нет, в городах болеть не буду. Дело в том, что у меня уже есть диалоги с российскими блогерами. А с кем? Четвертая недоразумение, Абборский, и сколько еще. А, ну ты там никому город не смутил. Нет, я бы назвал, допустим, молодой аналитик из Изюма. Что-нибудь как-нибудь так, понимаешь? Ну, ладно. Да, ну, придумай. Не, ну, хочешь, я назову из Изюма. Или из Балаклеи, как скажешь. Выбирай, Балаклеи или Изюм. Из Украины, из Украины, как будто. Не, ну, это слишком молча. Я, когда вот касается Харькова, я люблю частости. Могу и Салтов, могу написать с Люботина. Давайте так, ну, это Герой Салтов. Герой Салтов. Ладно, напишу так. Герой Салтов. Ладно, давай. Давай, успехов. Да. Герой Салтов. Герой Салтов. Герой Салтов. Почему же тогда в утилитарном государстве? Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания – утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них есть они. Да, ж он выволок на свет и приволок под колотый, подшитый материал. Ну, Королёк всегда писал, что он прийдет. И снится нам не рокок космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам дрова, дрова у дома, зелёная, зелёная дрова. Канада все прошло? Канада – федерация. В Соединённых Штатах. Я закончил вопрос. В Соединённых Штатах федерализации? Федерация. То есть уже федерация, федерализация закончилась. В Соединённых Штатах федерации, оказывается, не слышал даже. Да? Да. Да? А как называется? Да. Соединённые Штаты Америки. Это федерация? Да. Вот, госустроительство США – федерация. Поглубль. Но ты мне улица родная. И в непогоду дорога. Продолжение следует...